Привет, ребята! Меня зовут Катя Рог, я персональный стилист, и это видео советики от Кати Рог за август. Я не знаю, почему я наберла очки, мне кажется, что так просто. Я максимально летняя, максимально... За окном уже осень, но про август хочется с вами поговорить, конечно же. Итак, август. В августе вообще ничего не происходит обычно. Все мои клиенты, клиентки уезжают по отпускам, никого нет в городе. Я сама обычно очень хочу куда-нибудь уехать, и так получилось, что этот август я просто путешествовала очень много. То есть я вообще, в принципе, этим летом очень много ездила. Я была сначала в июле неделю на Кипре, потом вернулась, улетела на неделю в Копенгаген. Потом вернулась сюда и просто обалдела от петербургского лета. Это было самое холодное лето, начиная с 1993 года. Поэтому потом я опять улетела на две недели на Кипр, вернулась потом на один день сюда и улетела на неделю в Берлин. В общем, получается, что я ездила достаточно много, и не так получилось, что где-то весь август я отсутствовала. Поэтому для меня август это, конечно, что-то морское, расслабленное и такое очень приятное. Если говорить о путешествиях, то я в этом году прям открыл для себя Кипр с новой стороны, особенно Янапу. Хотя вот раньше я была дико раздражительна, и в местах, где такое скопление русских туристов, я вообще не представляла для себя отдыха. И в этом году я впервые за 10 лет, по-моему, не поехала летом в Барселону, а улетела на Кипр. Ну, во-первых, вы знаете про события, которые произошли в Барселоне, во-вторых, там какой-то нереальный ценник выставляли на август. Все и Airbnb, и отели, и перелеты авиакомпании, то есть какая-то полная жесть была. Поэтому Барселона out, и пришлось опять лететь на Кипр второй раз. И я совершенно не пожалела, потому что он кардинально отличался от первой поездки. Мы с моей подружкой близкой просто уехали туда лежать на море, лежать на море с книжкой. Мы проводили на море весь день. В июле это невозможно, на Кипре безумная жара, адское, просто сатанинское пекло. В середине августа это было прекрасно, потому что мы просто приходили, снимали лежак и зонтик каждая. Ну, то есть зонтик один, два лежака, это стоило 7,5 евро за весь день. Ложились на первую линию моря, чтобы прям чувствовать и запах, и волн, и плеск, и звук прекраснейший. И просто читали весь день. Периодически прерывались на то, чтобы сходить поесть, или брали с собой фрукты и ели их так. В общем, насчет советов. Я советую вам съездить на Кипр, если кто-то там не был. Мне реально понравилось. В Айанапе там оказывается пляжи с голубым флагом, так называемые. То есть там великолепная, чистейшая вода. Даже в Испании, даже не в самой Барселоне, а в ближайших там курортах. Частенько бывало, что ты выходишь к морю, а шторм принес какие-то кокехи. То есть там валялись какие-то, не знаю, пакеты. Ну, то есть не очень прикольно было. На Кипре такого я не наблюдала. И да, обилие русских, конечно, не очень круто, но при этом обилие британцев. И смотря где как бы тусоваться, можно слышать только британскую речь прекрасную. И там вообще недорого, там офигеть, какая недорогая еда. Первый совет это сгонять. Если на Киперсе кто-то там не был, там можно очень чипово туда сгонять, на какой-нибудь горячей путевке, как мы все время летали. Следующее, что я хотела вам рассказать, это про косметику. Боже мой, Катя, что с тобой происходит? Ты что, полюбила косметику? Нет. Не могу сказать, что я ее прямо полюбила, но так получается, что сейчас больше покупаю ее. И, естественно, уклонно уходовую. Я уже не раз вам говорила, я больше люблю уходовую косметику. Перед вами крем для рук. Девайнс. Итальянцы из Пармы. То есть Made in Italy тут написано. И сейчас я даже загуглила, потому что мне стало интересно. Тут, значит, написано With Roe Coe Oil. Я, естественно, не знаю, что такое Roe Coe. Это анато, такое растение. Анато или бикса анатовая. Кустарник или небольшое дерево, происходящее с европейских областей американского континента. Я, честно говоря, очень не люблю крема для рук. То есть у меня все время какое-то ощущение их наличия на руках. То есть я нанесла, я все время хожу и думаю, блин, мне хочется смыть. Этот крем просто божественный. Он как-то моментально впитывается, создает какое-то нереальное ощущение на руках. У него приятный аромат, как... Не знаю даже, чем он пахнет. Он пахнет, напоминает мне звездочку из детства. Ну, короче, такой... Я очень люблю аптечные ароматы и вообще аптечную косметику. Поэтому мне он очень понравился. Ненавижу такие ваниль, кокос, вот это вот... Нет, не мое. Короче, советую тем, кто, как и я, не любит, когда... Я как-то пользовалась кремом вот этой невероятной корейской косметикой, которую все там так хвалят, в отличие от меня. Маски у них хорошие с гиалуронкой, да. Все остальное как-то мне не зашло. В общем, тем, кому не нравится жирность на руках, вот это ощущение крема, этот прям крутой. Следующий из косметики, что хочется вам показать. Это вот такой вот прелестный... Это уже декоративное. Это Lip Balm. Тут даже написано Lip Perfector. То есть, это какой-то топ-сикрет и в Сен-Лоран, на-на-на. Мы с подружкой, когда улетали из Кипра, там, засели в дютики, и она советовала мне помаду с тинтом, тоже и в Сен-Лорановскую. У нее там такие милые губки внутри. Она как бы увлажняющая, то есть как бальзам. Но тинт дает цвет. И я долго сопротивлялась. То есть, я несколько раз наносила. Она в итоге себе такую помадку пила. Я вот не знаю, не люблю я, когда цвет на губах. То есть, я себе иногда наношу, и просто мне настолько не нравится. Мне уж коробит. Поэтому вот этот прекраснейший Lip Perfector, это просто... То есть, у него вот здесь вот такое вот... Так-то наносишь... Я не очень люблю, я люблю, когда в виде помадки все эти штуки. Но этот мне нравится, потому что он даже сейчас у меня на губах. Он как бы... Честно говоря, не могу описать прямо его эффект. Я знаю, что его советуют из Сен-Лоран наносить перед помадой. Например, у вас будет жесткая матовая помада, которая высушивает кожу. То есть, вы сначала наносите этот Lip Perfector, который ее жестко так круто увлажняет. А потом уже эту помаду. Чтобы когда помаду вы сняли, у вас там не были потрескавшиеся губы. И все такое. Ну, короче, я лично в восторге. Если не покупать, как я все время покупаю, свои гигиенички для Рошпазе, то вот эта история классная. Губы делают просто такими насыщенными, мягенькими и прекрасными. Раз уж мы пошли с вами по Эвсен-Лорану, то я дам вам еще один совет. У меня есть, значит, вот две таких упаковки. Эта упаковочка из Сен-Лоран. Точнее, Сен-Лоран. Сен-Лоран Париж. И вот такой большой пыльник. Почему я взяла это за советики августа? Потому что эти две сумки я купила в августе на сейле. На очень приятном. В России, что странно. Я никогда не покупаю бренду и вещи в России. Очень редко. Но в этом сезоне просто у меня очень хороший, удачный шоппинг случился. Я еще купила Гуччи лоферы. Потом я как-нибудь их покажу. Короче, открываем коробочку. Здесь еще одна вот такая вот штука. Маленький пыльничек. А внутри? Внутри моя любовь. Внутри вот такая вот малышка. Маленькая сумочка. Мини-бэк. Классический Сен-Лоран. На цепочке. Это раз. Что я купила. Дальше достаем из пыльника. Ой. Из пыльника мы достаем вот такую вот малышку. В виде торбы. Вот он, значок Сен-Лорана. Вот она вот такая вот классненькая. Тут, значит, надпись, значок. Она носится. Как, ну, как торба. В общем, в чем заключается мой совет для вас в этом августовском видео? В том, что в этом сезоне будет в тренде, когда носятся две сумки вместе. Маленькая и большая. И я вот так вот для себя их буду носить. Я уже в Инстаграме публиковала отдельно эти сумки. Вдвоем я их еще не носила. Но планирую. Люблю тебя, Сен-Лоран. Я заикнулась, что мы читали книжки целыми днями на пляже. Да, я фанатка скандинавских детективов. Говорила вам уже сто раз. Недавно вышла новая книжка моего любимого, одного из любимых авторов Ю Нёсби. Она называется «Жажда». У него, значит, серия книг, посвященных расследованиям детективным. Получается, что это Осло, да, это тоже норвежской полиции. Человеку по имени Харри Холли. Он является главным персонажем, действующим лицом в этих книжках. Он такой суперкрутой сыщик, который расследует ужасающие всякие преступления. И вот эта книжка «Жажда» — это прямо последняя. Она вышла вот только-только летом. Она мне понравилась. Но не могу сказать, что она заставила меня долго думать о том, кто же там главный злодей. Я поняла это быстро, но мне нравятся книжки Ю Нёсби в том, что злодей обычно либо не один, либо там так интересно потом переплетаются рассказы, еще параллельные какие-то истории человеческие, что даже не так сильно меня расстроило, что, боже мой, я же сразу поняла, кто здесь главный злодей. Вот. Я прочитала одну его книжку, и потом уже в телефоне прочитала. Я взяла с собой, естественно, бумажную. Очень люблю бумажную. И чаще всего это моя фишка. Я беру эти бумажные книжки, покупаю, везу их куда-то там, прочитываю. Там же оставляю. Я дома не храню. У меня нет огромной библиотеки книг, которые я читала. Я храню их в голове, названия, которые надо запомнить. Ой. Да. Зачура, я только вышла вот. Привет, маменыш. Ну, давай, иди к нам. А, да. Хорошо, иди. Давай. Ты довольна своей прической? Да, увидите. Давай, давай. Ждем. Моей маме 50 лет сегодня, и сейчас она придет получать свои подарочки, и я повезу ее на званный обед, а вечером мы идем в театр. Продолжаем историю, да, про книги. В общем, и вторая книга, которую я прочитала тоже так же в отпуске, тоже Юниосби, называется Пентаграмма. Мне она тоже очень понравилась. В общем, советую. Вот здесь я сейчас их так помешу. Опять чай. Опять чай. Опять прекрасная упаковка и опять Маркс и Спенсер. Этот чай, он не чай, то есть там нету черного или зеленого чая, он strawberry, raspberry, клубника и малина, infusion. То есть это herbal tea, типа. И просто когда ты вдыхаешь, это просто аромат лета для меня, аромат августа. Я купила это на Кипре, опять же, в Маркс и Спенсер, который я безумно люблю. Попробуйте все, я его завариваю себе. Он заваривается таким насыщенным красным цветом. По поводу фильмов. Я жестко боюсь вообще ходить на хорроры, и для меня это невыносимо. Я дергаюсь от всего, а рот всего у меня... Я настолько напрягаюсь, когда смотрю ужастики, что у меня начинает болеть голова. Я смотрю их вот так вот в кинотеатре. Но фильм, оно по Кингу, это божество. Это просто... Это настолько крутой ужастик, потому что он просто... Я не знаю, как бесить. Он невероятно страшный, невероятно. Но там нету кровищи, расчлененки, вот этого всего нет. Он просто давит на психику, но при этом сам фильм снят суперкруто. Просто божественно. В стилистике определенного времени. Там выдержано все, костюмы, люди. Даже то, как они разговаривают, не знаю, это просто прекрасно. Плюс дети, которые там играют, а там весь фильм, как бы главные персонажи, это дети. Они офигенные. Каждый со своей мотивацией, каждый со своим характером. Боже мой, да чтобы так прописывали круто персонажей просто в фильмах, где это намного важнее, чем в хорроре, это почти невозможно. Но ясно, понятно, это же фильм по книге, по книге великого Стивена Кинга. Но так редко бывают крутые экранизации. Недавно смотрела Темную башню тоже, которая цикл романов экранизировала у Кинга. Это просто отвратительно. Это фильм, с которого я хотела уйти, но все равно осталось. Это, наверное, один из самых плохих фильмов, который я смотрела в кинотеатре. Это Темная башня. Но оно великолепное. Я советую всем. Также, если говорить про сериалы, я почти не смотрела в августе никаких сериалов. Но новый сезон, естественно, Рика и Морти. Ребят, Рика и Морти в моем сердечке. Я обожаю их. Это прекрасно. Если кто-то не смотрел еще Рика и Морти, по мне, все, что делает Adult Swim, это очень круто. Но Рика и Морти, это просто божественно. Это настолько тонко, там столько отсылок, там столько умных вещей. Я не знаю, я обожаю Рика и Морти. А еще муж меня подсадил. Ну, это не то, что он не посадил меня на аниме, потому что это невозможно. Я не люблю наигранность японцев. Я не люблю вот эти вздохи, там, как они... Не знаю, мне не нравится вообще вся вот эта стилистика, да, аниме. Но Титаны, я не знаю, еще и Гиганты вроде как переводят на русский. Это просто круто. Это сейчас вышло два сезона. Я советую посмотреть тем, кто... Я не люблю аниме, знаете. Я не сильный фанат... Ну, нет, я люблю мультипликационные, как анимационные фильмы. Я люблю их, да. Но просто, пожалуйста, посмотрите. Вы будете в восторге, честно. То, как нарисованы эти Титаны, ну, это очень круто. Расскажу про свой новый маник. Я, если вы не знали, у меня есть даже хэштег в Инстаграме KateRockNails, потому что я фанат разных маникюров. Я слежу за этим. Я слежу даже с трендами в этом, тенденциями. Потому что все маникюры к нам приходят точно так же, ну, тренды на них, как и любые другие тренды с подиумов. То есть эти маникюры используются в показах на неделях мод, и потом их транслируют уже во всякие журналы. Оттуда берут, там, не знаю, маникюрный салон и люди. И вот мой новый серый малыш, лунный, не знаю, как объяснить, но он мне очень нравится. И новое колечко, которое муж подарил мне в нашей поездке в Берлин. Вот оно вместе с обручальным, и оно мне безумно нравится. Мне нравится носить их в паре. Это французский бренд, название мне не сказали в магазине, они не знают. Все, спасибо вам большое. Я надеюсь, что вам понравилось это видео советиков. Я сегодня с петличкой, так что звук должен быть лучше. Спасибо вам за просмотр, всех вас очень люблю.